Друзья, привет! Очередное видео с Праги. Сегодня мы поговорим с вами о ТОП-5 рекордов Праги. То есть, знали ли вы, что в Праге есть самый маленький домик? Конечно же, вы все знаете о самой узкой улице или о самой высокой статуе, конной статуе. Думаю, вам будет интересно, и сейчас мы пройдём к первому месту. И позади меня как раз первое здание, первая номинация в ТОП-5 Праги. Это самый маленький дом в Праге. Он находится позади меня, под номером 4. То есть, ширина фасада 2 метра 25 сантиметров. И на данный момент дом не жилой, но представьте, что в 1850 году здесь находилась мастерская гравюриста Квоста. Но уже позже, за свои долги, он передал это здание в 1883 году предпринимательнице, которая сделала здесь самый маленький бордель Праги, который прослужил здесь 40 лет. Но на данный момент данное сооружение используется как проход между домами. То есть, чтобы попасть в здание, которое рядом, или же в здание номер 6, надо пройти как раз через номер 4. И если вы видите, посередине написано «Наименьший дом в Праге». Это самый маленький дом в Праге. Чуть позже покажу вам номер 2 в нашем ТОПе. Кстати, все сооружения и все монументы, все улицы, которые будут в данном видео, я все пропишу в комментариях с геотегами. То есть, вы сами сможете найти эти уникальные сооружения. И обратите внимание, опять же, наверху написано «Наименьший дом в Праге». Самый маленький дом в Праге. Только что я прошел по так званой самой узкой улочке Праге, где самое узкое место 60 см. Вниз спускаться не обязательно, потому что внизу находится ресторан. Но пройтись по ней можно и всегда смотрите на светофоры. Если горит зеленый, можно идти. Если горит красный, стойте, потому что кто-то идет навстречу. Видите, вот она кнопочка. Надо нажать на нее, и тогда загорится зеленый свет. Ну, а сейчас мы подойдем с вами ко второму номеру в нашем списке ТОП-5. Это действительно самая узкая улица, но она неизвестна среди туристов. Номер 2 в моем списке ТОП-5 рекордов Праги как раз данная улочка. Это самая короткая улица Праги, а также иногда говорят самая узкая и действительно самая узкая. Длина этой улицы 27 метров. Ну и называется она у нас Ежечервенного и находится на острове Кампа. Точнее, искусственном острове Кампа. Так что будете здесь, рекомендую пройти по оригинальной, самой короткой и самой узкой улочке Праги. И прямо перед вами третий рекорд Праги. Это самый старый трамвайчик. То есть трамвай начинает ходить с 20-го столетия 2020 года. И, соответственно, по сей день вы можете на них прокатиться. Это 41-й маршрут, и там не действуют обычные билеты на общественный транспорт, а надо покупать у кондуктора 35 крон. Сейчас мы перед собой видим четвертое место в рекордах Праги. Это как раз один из старейших лифтов Праги. Вот обратите внимание, как он работает. То есть без дверей вы сами заходите и сами выходите. И сейчас мы на нем прокатимся, покажу вам, как это все выглядит. Ну и потом в самом конце увидите пятое место как раз в моем топ-5 рекордов Праги. Реально классные эмоции, необычные ощущения. То есть такого вы, в принципе, мало где увидите. И рекомендую будете в центре попробовать что-то подобное, как это все у нас работает. Ну а сейчас уже спущусь с вами вниз. Точнее, сам уже спущусь вниз и направлюсь в пятое место в топ-рекордов Праги. Опять же, многие из этих лифтов позакрывали, потому что приводили к несчастным случаям. Соответственно, отрывало руки, ноги и иногда даже к смертельным случаям. Поэтому всегда надо быть аккуратным, когда вы едете на чем-то подобном. И вот я разговариваю, а там проезжают люди. Так часто бывает, кто-то удивляется, что же происходит. А мы снимаем топ-5 рекордов. Друзья, и вот пятое место в списке рекордов Праги. Это как раз самое крепкое пиво, которое можно попробовать в пивоварне у Медведку. Х-33, 12,9% алкоголя. Дорогое, но зато необычное и, главное, вкусное. Опять же, если захотите попробовать, приходите. И у Медведку не первый этаж, а нулевой, где находится пивовар. Надеюсь, это видео вам понравится. Вы получили массу положительных эмоций. Увидели что-то для себя новое. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Я надеюсь, вам действительно данное видео будет очень полезным. Спасибо, пока.